Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. 25 мая отмечается День филолога об этой профессии, русском языке, его изменениях и продвижении в других странах. Мы поговорим с докторами филологических наук, заведующей кафедрой русского языка и массовой коммуникации Самарского университета Надеждой Илюхиной, профессором Людмилой Карпенко и главным организатором фестиваля языков Инной Шумкиной. Здравствуйте! Надежда Алексеевна, Людмила Борисовна, Инна Викторовна. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему лично вы выбрали для себя вот эту профессию, филолога? Что или кто стал таким толчком? Вот как это произошло? Надежда Алексеевна, наверное, с вас начнем. Трудно сказать однозначно, как-то, наверное, это произошло органично. Интерес был в первую очередь к этой сфере науки, к языку, к литературе. Но вообще-то говоря, если честно, я собиралась быть журналистом. И поступала на специальность, где было такое направление журналистика. Да, это все переплетается, потому что и журналистов много, которые выходят из среды филологов. Инна Викторовна, а вы почему приняли такое решение? Вот на самом деле схожее решение было. Я твердо знала, что хочу стать журналистом. Была редактором школьной газеты, журналы и так далее. Потом, когда начала учиться, и на четвертом курсе, и после пятого курса получила рекомендацию в аспирантуру, но решила попробовать продолжить. Да, ну и не жалеете об этом? Нет. Людмила Борисовна, а вы? Я тоже не жалею, но я тоже не собиралась стать филологом. А то журналистом, нет? Нет, журналистом. Я поехала в Ленинград поступать в Бухинское художественное училище, но уже закончился прием документов, и я шла очень грустно мимо Ленинградского университета, там висело объявление, набирают ритуриентов на русское отделение, и вел консультацию профессора Мануйлов. Вот, наверное, именно он определил. Он такой рассказчик, он друг Андроникова, и очень интересно, он проводил эту консультацию, он так сказал, что если вы можете без этого обойтись, то тогда вам не стоит поступать, но попробуйте. И вот попробовала, и так получилось. Да, но это и случай, и судьба, наверное, можно сказать. Поэтому поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. И мне хочется узнать, в чем специфика в работе филолога, потому что в каждой профессии есть своя специфика. Вот как вам представляется? Дело в том, что это не профессия. Не профессия. Это некое образовательное поле, достаточно широкое. Вот мы здесь заговорили о журналистике, можно вспомнить рекламу, связи с общественностью, можно вспомнить преподавательскую работу, педагогическую работу, и многие другие сферы, скажем, редакторская, они все связаны с этим образовательным полем. Совершенно верно. Да. А вообще, есть сегодня престиж у этого образовательного поля, уже боюсь говорить, профессия филолога? Стремятся молодежь, стремится получить эту профессию? Как вы чувствуете, на примере вашей кафедры идет? Я думаю, что да. Дело в том, что в последнее время упор делается на прикладное образование. Если раньше, когда мы поступали в Север университет, это было классическое, фундаментальное филологическое образование, которое давало мощный фундамент, а уже дальше прикладные области были разные. То сейчас мы переживаем время, когда, наоборот, молодежь интересуется прикладными областями. Поэтому появляется специальная журналистика, специальность рекламы и связи с общественностью, специальностью, педагогическое образование мы, кстати, тоже открываем, и другие издательское дело у нас на факультете есть. Вот это все, так сказать, сфера филологии, и в целом получается, что молодежь все-таки действительно очень интересуется этой областью, появляются новые совсем сферы коммуникации, интернет-коммуникации, различные другие формы, и, стало быть, это поле все расширяется, обрастает, так сказать, частными гранями, новыми в том числе. Поэтому интерес, я думаю, будет и дальше. Людмила Борисовна, как долго вы работаете уже в университете, вообще связан с филологией? Ну, на самом деле, долго. Так. Вот я окончила Ливненский университет и сразу начала работать. Это было в 1976 году, и с той поры, то есть в 1941 год, я работаю в университете непрерывно. Да, такой огромный опыт. А если говорить о нашем самарском государстве, то какие проекты уже были в вашей истории, в вашей биографии, практике реализованы, интересны? И что в настоящее время, чем занимаетесь? Ну, может быть, среди реализованных это Кирилл и Мефодьевские чтения, которые были начаты мною в 1977 году, потому что бывший тогда завище кафедры Дмитрий Иванович Алексеев, он мне сказал, вот то, что было у вас там интересно, попытайтесь здесь это воплотить. У нас действительно там было очень интересно, проходили зажигательные славянские пятницы, и в первый же год мы участвовали в научной конференции, посвященной участвованию Кирилла и Мефодия. Нужно сказать, что в советское время это вообще, ну, такой был уникальный факт, потому что тогда еще не праздновался этот праздник. И вот в 1977 году мы стали это прививать здесь, сначала как факультетская конференция, а потом в 1991 году был из-за нука с Ельциным, он сразу же дошел до нашего ректора, Ленар Васильевич Хромков призвал меня, сказал, у вас там какие-то конференции, давайте сделаем пошире, помасштабнее. Мы сделали помасштабнее, и вот, несмотря на то, что теперь уже с большими паузами проводим, все-таки мы провели 32 конференции, и пока еще в числе проведенных конференций нам равных нет. Видите, мы как-то даже предвидели. И это название уже получило распространение, я думаю, что, может быть, даже не придают значения те, кто называют свои конференции Кирилл Мефоевскими чтениями, что они это скопировали откуда-то. Но это название тоже возникло в 1991 году у нас. Он сказал, как мы это будем называть? Я говорю, Кирилл Мефоевские чтения. Теперь Кирилл Мефоевские чтения есть даже в Софийском университете. Они могли бы как-то по-другому называться, но они называются тоже чтениями. Они есть в МГУ, во Владивостокском университете, ну и так далее. Ой, как приятно услышать, что из Самары вот это пошло. Спасибо вам за это. Слышала про фестиваль языков. Это тоже новинка? Или, в общем-то, тоже есть своя история, которая длится годами? Или нет? Инна Викторовна, я знаю, что вы даже главный автор и организатор этого фестиваля. Ну, фестиваль на самом деле уже длительная история, потому что во многих городах он уже проводится. Например, в Чебоксарах он уже более 20 лет проводится, этот фестиваль. Около 20 городов в этом участвует. Здесь вопрос просто наполнения, да, что представлено на самом фестивале. Вот мы на своем фестивале попытались представить больше, чем в других городах. Не сосредотачиваться только на языковых мастер-классах, как в других городах, а расширить, дать возможность не только обучать, да, студентов чему-то, ну или молодежь языкам, ну и еще дать им самим высказаться. Вот у нас был конкурс эссе, чтобы они высказались, конкурс роликов, такое новое направление, которое им показалось интересным, чтобы представить свои идеи. То есть вот какое-то новое содержание. Ну, кроме того, мы сделали максимально, чтобы сами студенты его организовывали. И они, кстати, уже даже получили свои заслуги, то есть за организацию этого фестиваля, еще до того, как он начал проходить. Они своим проектом представили на конференциях, занимали там призовые места. То есть вот... А какие языки объединяет этот фестиваль? Фестиваль языков. Какие там, кроме русского, конечно, присутствуют? Ну, здесь, конечно, да, мы не ограничиваемся какими-то конкретными языками. А на телевизоре тоже есть? Тоже участвуют в этом? Да, обязательно. Но для нас было очень важно представить не только европейские языки. Понятно, что интерес к европейским языкам он всегда будет, он не угасает. Но очень важно было сказать о языках народов России, например, узбекские, татарские, чувашские языки, да? Вот где в Самаре можно с ними познакомиться? Или с такими, ну, экзотичными языками, например, тибетский, или, например, Игба, Кечуа. А интерес был вот к таким языкам? Да. Да? Судя по аудиториям, которые были переполнены, а у нас на фестивале было около 300 человек, интерес очень такой живой. И после этого я просматривала социальные сети, люди делились информацией, интересовались, и очень некоторые даже сожалели, что не могли поучаствовать. Ну, это будет в следующем году, наверное, да, продолжение, да? Да, надеемся. Да, у нас есть задумки, вот есть даже задумка сделать его более масштабным на уровне Приволжского округа, да, объединиться. Я думаю, что этот фестиваль мог бы стать не только таким развлекательным, отчасти образовательным проектом, но и проектом консолидации для своих, для профессионалов в этой области, для нас, филологов. Да, может быть, стоит добавить о носителях языка, языков? Да, у нас участвовали в качестве экспертов языковых мастер-классов и носители языков. Мы максимально старались привлечь, конечно, молодежь, которая хотела представить. А что их мотивирует, молодежь? Вот что мотивирует участвовать в качестве носителя даже? Ну, вот он говорит, и говорит на своем языке. Почему вот такой интерес возникает? Прийти и представить? Ну, вы знаете, студенты, иностранцы, которые приезжают к нам обучаться, да, даже в наш Самарский университет, это все равно люди, скажем, необычные, да, то есть их явно тянет общение, явно тянет какое-то познание и представление этого всего. То есть, конечно, они хотят популяризировать и свои языки. Понял. То есть это, конечно, их провоцирует. Они с удовольствием, да, находясь, ну, в общем-то, на чужбине, представляют свой язык. У нас студенты на концерте представляли стихи, песни на таких языках, о названии которых просто мы иногда не догадывались. Да, как это важно для филологов, для вас. Да, да, услышать это, да. Да. А что касается, так скажем, судьбы русского языка за рубежом, есть ли какое-то направление, которое тоже популяризирует язык в других зарубежных странах? Во-первых, я скажу в целом о том, что продвижение своего языка, государственного, это задача каждого развитого государства. И языковая политика нашего государства, России, тоже имеет одним из таких важных направлений продвижения русского языка за рубежом. Тем более, мы теперь оказались в Объединенном национальном исследовательском университете, и сотрудничество с другими странами является приоритетным направлением. Мы давно задумывались о том, что русский язык должен быть не только в нашем внутрироссийском, так сказать, ракурсе, но и с выходом за рубеж. В первую очередь, мы делаем это для своих студентов. То есть мы уже несколько лет ведем программу дополнительного образования, преподавания русского языка, как иностранного. То есть наши студенты, которые заканчивают филологический факультет, это русисты, англисты, так сказать, специалисты в области немецкого языка, хотят приобрести еще и дополнительную квалификацию преподаватель русского языка, как иностранного. Вот несколько лет у нас уже есть такие выпуски. В этом году мы заявили магистерскую программу для иностранных абитуриентов «Русский язык, как иностранный». Если все получится, то мы задумаемся и о программе бакалавриата для того, чтобы привлечь. Но кроме этого, наше сотрудничество с другими странами, конечно, касается не только учебной работы, но и научной, культурной. Мы давным-давно уже работаем так с нашими партнерами из Белоруссии, Украины, Армении, многих других стран. Ну, а в последние годы наша кафедра активно работает с Баварским университетом города Вюртсбурга в Германии. Мы ежегодно, в частности, с Инной Викторовой два последних года, ездим в этот университет по приглашению, ведем там занятия, проводим различные культурные мероприятия, научные мероприятия. К нам приезжают ежегодно студенты из этого университета. Вот только что мы отправили свою студентку-магистрантку Нину Нестерову на семестровое обучение в Баварский университет. И, кроме того, сейчас ведется разговор о том, чтобы наша магистрская программа преподавания русского языка стала бы программой двойных дипломов. То есть студенты, которые захотят в ней участвовать с нашей страны и с германской стороны, получат дипломы двух университетов. Сначала дипломы, а потом и гражданство. Ну, этого, конечно, не хотелось бы, да. Но это, наверное, тоже неизбежные издержки. Может быть. Ну, интересно, да. А все-таки вот в каких странах вы отмечаете всплеск такого интереса к русскому языку? Сейчас такой вот наблюдается. И стабильный, а может быть, интерес только что появляется. Вот как узнать? Ну, наверное, этот интерес, он несколько волнообразен. То есть после того, как распался Советский Союз, казалось, что позиции русского языка за рубежом резко уменьшились, сузилась их сфера. Сейчас уже в других условиях и, наверное, под влиянием совсем других интересов и факторов, да, русский язык вновь приобретает актуальность и в наших странах, бывших республиках Советского Союза и в социалистических бывших странах по всему миру. Ну и, конечно, в странах, как мы говорим, дальнего зарубежья, потому что возрастает интерес к культуре, к экономике, к рынку российскому. И, соответственно, появляется интерес уже профессиональный к владению русским языком, к культурой, с тем, чтобы быть и переводчиками, и консультантами по России, так сказать. Да, вот что касается переводчика, не могу не спросить. Сейчас же вот масса появилась таких онлайн-переводчиков. И даже вот ты вот вбиваешь текст, и общаться не нужно. Даже произнес, у тебя он отразился, отразился, тут же тебе написали перевод. Вот что же будет с переводчиками, с этой профессией? Вот у вас есть какое-то предположение, что она как-то может трансформироваться? Не устареет явно. Не устареет? Не устареет. Потому что в любом случае компьютерный перевод остается достаточно искусственным компьютером. А вот эту живую речь, невозможно ее передать адекватно через компьютерную программу. И поэтому, безусловно, не устареет. Да, конечно, прорехи вот такие появились, потому что люди старшего поколения вот в зарубежье, они еще как-то с русским языком и говорили, и говорят, и помнят, и уважительно относятся. А вот мы были буквально этим летом в Грузии и спросили у молодых людей на улице, как пройти к метро. И метро, кажется, и слово-то такое интернациональное. Нас никто не понял, вот что значит, что вот это вот действительно ушло. Ну, это политика. Да, да. Политика, это искусственное состояние отношений между государствами, конечно. Хотя прекрасные отношения. Может быть, просто демонстрация отношений. Конечно. Все может быть, да? Ну, было как-то так обидно, что кажется... Но болгары, наши братушки, они же изучали русский язык с детского сада, да, до аспирантуры, это на протяжении 15 лет. Ну, славянское братство, да. А сейчас они не изучают в таком количестве русский язык, да? Отдельно есть школы с преподаванием на русском языке. И в целом, конечно, болгары, те, которые появляются у нас, они демонстрируют, что они не понимают то. Им нужны переводчики. Раньше никогда переводчики не нужны были. Да, полиция. Но из последних новостей, кстати, на Манхеттоне открылась вот сейчас школа с преподаванием на русском языке, в которой будут обучаться не только дети эмигрантов, но и дети американцев, которые хотят приблизиться к русской культуре, дети из двуязычных семей. Так что русский язык распространяет. Ну, и, скажем, в Германии, по некоторым данным, русский язык занимает, как иностранный язык в школе, второе место после французского. То есть востребованность русского языка очевидна. Ну, как иначе, если это такой прекрасный, великий, могучий язык? А какой интерес к русскому языку в Китае? Ну, Китай, да, здесь экономика, наверное, да? Движется все-таки. Да, движется. Ну, а нужно сказать справедливости ради, что и у нас китайский язык сейчас прогрессирует, изучает все больше людей. Я хотела бы узнать у вас о тенденциях современного русского языка. Есть что-то, что вас радует, а что удручает? Потому что язык-то меняется тоже. С приходом вот этих новых технологий. Меня вот, например, я могу сказать, что удручает, например, стали какие-то сокращения, там, ливневки, вот какие-то там. Ну, то есть Ка, вот это появляется Ка, то есть мы не произносим полное какое-то большое слово, как-то сокращаем, сокращаем, и все это так некрасиво звучит, вот уходит вот это вот какое-то такое. Ну, это наверное. Отпевучесть, а вот все быстрее. Вы правильно заметили, что это зависит еще от темпа нашей жизни. Но в целом факт, который вы привели, он вписывается в тенденцию разговорной речи, то есть приближение общения к разговорной речи, потому что вот эти формы на Ка, которые вы привели, это результат сокращения словосочетания. Там открытое письмо, открытка, комиссионный магазин, комиссионка и так далее. То есть это просто наша речь становится более дручной. У нас это не улучшает. Это образование, они были ведь и раньше. Понимаете? Там раздевалка, столовка. Вы просто вот, я думаю, все больше. Открытия, как в конце концов. Но просто они сейчас получили доступ, широкий доступ в печать, в публичную речь. И дело только в этом, что речь стала более раскрепощенной. А в принципе эти образования, они были и раньше. Это активный способ словообразования суффиксальный. И этот суффикс очень продуктивный. Он от прославянского периода есть в системах славянских языков и в русском языке тоже. А вот ваше мнение, как экспертов, можете ли вы сказать, что уровень филологической грамотности даже у молодежи падает? Потому что столько ошибок. Даже едешь, вот смотришь на эти рекламы, рекламы. И в названиях магазинов даже умудряются сделать там по две ошибки в небольшом. А с чем это связано? На телевидении, в титрах. И на телевидении, согласна. И журналисты. Да, вот что происходит? Это связано с тем же самым, что разговорная речь получила доступ в очень широкие сферы. Это во-первых. Во-вторых, у нас не очень хорошо сейчас редактируются тексты. У нас фактически отсутствует цензура. Даже институт редакторов. И институт редакторов тоже сократился. Вот и поэтому это... Но в принципе, я не думаю, что сейчас люди менее образованы, чем раньше. Я думаю, что слои населения, они и прежде были такими же точно по качеству своего образования. Интеллигенция более образована, может быть, да, средний класс. Хотелось бы вот отметить, что очень много зависит от речевой культуры самого человека, да. То есть его установка. Может ли он пропустить этот же текст, например, на баннер наружной рекламы? Или нет? Потому что есть те, которые, ну, особо за текстом. Как написали, так написали. Не следят. А есть те, которым вот важно соблюсти все правила, все нормы. И они даже, если пишут смс-ку, которую надо быстро написать, они ее напишут, соблюдая все пунктационные правила русского языка. И с пробелами, и с запятыми, и с заглавными буквами. Да, да, да. Самое обидное то, что нормы становятся. Даже вот я общалась тоже с молодым человеком, тоже ставила все запятые. А в ответ получала вот эти вот какие-то короткие там что-то сокращения, все. Я подумала, что я выгляжу ужасно старомодной. Я уже тоже перестала там что-то излишний раз там ставить, двоеточие или какие-то там знаки, потому что как-то уже выпадаешь из общей вот этой вот молодежной культуры какой-то новой. Это особый жанр, связанный с этими технологиями, и он, наверное, таким и останется. Потому что здесь нет требований к высокой грамотности, здесь очень важна краткость, сжатость этого текста, и быстрая мобильность коммуникации. Еще хочу отметить, что это определенный возраст, потому что пройдет этот возраст, они станут руководителями, менеджерами среднего звена, или уже выше даже руководителями, и они пойдут на курсы русские для взрослых. Потому что уже навык они этот тратили, и захотят его как раз приобрести. Вы спросили о том, удручает ли что-то. Вот все-таки во многом те моменты, о которых мы сейчас говорим, они зависят от системы подготовки в школе. У нас сейчас другая система образования. Мы ориентированы на болонский процесс, на западную систему, на ЕГЭ. Русский язык не изучается в том объеме, как раньше. Ну, все сетуют, что чего-то не хватает в школьной программе. Конечно, мы понимаем, что не хватает часов по русскому языку, объема подготовки не хватает. Но я сетую еще вот на что. На то, что наша система образования никак не может задуматься о том, чтобы включить в подготовку классическое образование, изучение классических языков. И это, конечно, и греческий язык, о котором мы прежде всего подумаем, как о классическом языке. Потому что русский язык через церковно-славянский язык с ним связан. Но все-таки нашим родным классическим языком является церковно-славянский язык. Можете назвать его древнерусским языком, можно назвать его общеславянским литературным языком. Но его как перестали преподавать в 17-м году прошлого столетия, так и не вернули. Вот смотрите, мы считаем себя теперь представителями демократического общества. Демократизация в разных сферах произошла, а в этом отношении нет. Не вернулся наш классический язык. И вот это, конечно, будет сказываться и сказывается, то, что нет единых текстов, которые были бы ориентированы на высокие стандарты. Потому что классический церковно-славянский язык, он представляет собой как бы высокий стиль русского языка. И если это убывает, то и получается то, что англицизма заполняет эту нишу. Ой, как все взаимосвязано. В связи, да, прошу прощения, можно добавить, что даже самый высокий стиль в целом ушел из нашей жизни. Ушел из телевидения, ушел из газет. И единственный, по-моему, период, праздник, когда этот стиль звучит, и он звучит совершенно естественно, это празднование 9 мая. Совершенно верно. А все остальное, это действительно стихи разговорные, раскрепощенные, свободные речи. И это замечательно. Но, с другой стороны, вот эту частичку стилистического богатства языка мы утрачиваем. Да. Какие возможности есть на вашей кафедре русского языка и массовой коммуникации для того, чтобы обучать филологии? Может быть, что-то новое появляется, какие-то технологии? Еще раз попрошу вас просто сказать, кого вы обучаете, кого вы пускаете? Какие факультеты существуют? Я не могу не сказать о том, что на будущий год, в 2018 году мы должны будем праздновать открытие первого Самарского классического университета. Сто лет со дня открытия в Самаре классического университета, в котором одним из первых факультетов был историко-филологический. Вот это лишний раз свидетельствует о том, что даже во время Гражданской войны филология никогда не подвергалась сомнению в качестве одного из основных направлений подготовки специалистов, но и, конечно же, направлений научных исследований. У нас на кафедре она в последнее время была переименована из кафедры русского языка в кафедру русского языка и массовой коммуникации. И это переименование очень симпатоматично. Оно отражает то, что спектр подготовки специалистов на кафедре расширился. Кроме классического направления русский язык и литература, которое сейчас называется отечественная филология, мы открыли педагогическое образование по этому же направлению. То есть учитель русского языка и литературы, это теперь тоже среди тех направлений, кого мы готовим. Это специальность рекламы и связи с общественностью. Ну и по линии магистерских программ у нас тоже идет расширение. Сначала был просто русский язык, сейчас русский язык и коммуникация в профессиональной сфере. И вот я уже упомянулась, открывается программа «Русский язык как иностранный». И совместно с кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью мы в этом году открываем магистерскую программу «Коммуникативные практики» в сфере журналистики и связей с общественностью. Да. Не могу не спросить, после объединения, вы стали таким объединенным большим университетом, что-то изменилось? Или вы все-таки как работали в своем направлении или нет? Или у вас появилось больше общения, коммуникации, опять же, с технарями, так скажем, или что? Или вы все-таки... Мы почувствовали себя более востребованными. Все-таки мы почувствовали какие-то более высокие, широкие горизонты. Но мы увидели, как много иностранцев в нашем объединенном ВОЗе, их нужно готовить, а потом нужны языки, конечно, и русский язык преподавать не только иностранцам. Я надеюсь, что у нас будет перспектива для того, чтобы мы расширяли свои возможности. Ну, это хорошо, потому что очень много было разнообразных мнений, как это отразится, объединение и так далее. И такой вопрос для наших телезрителей хочу задать вам. Как повысить свою филологическую культуру? Как лично вы это делаете? Потому что я понимаю, что нужно постоянно пополнять, чтобы держаться и на плаву, и повышать свой уровень, повышать свою филологическую культуру. Что вы читаете? Или что-то, может быть, другое? Мы проходим курсы повышения теоретика. Вот видите? Непрерывно. У нас это профессиональная сфера, поэтому, наверное, мы здесь не очень типичны в качестве примера. Но, конечно, в первую очередь... А для бывателей? Нужно читать. Нужно читать, конечно, как можно в учреждении. Несмотря на то, что сейчас есть возможность много смотреть, все-таки надо стремиться к тому, чтобы читать. Можно больше, потому что это развивает гораздо больше человека. И больше читать русскую классику. Вот. Хотел спросить про автор. Потому что читать – это одно. Можно читать такое, что только понизишь свою культуру. Если что мы читаем, то, конечно, мы прежде всего читаем то, что связано с нашей профессией. Это нас заставляет. А так, по настроению, как любой человек, вот сейчас весна такая ветреная, дождливая, и вспоминается Набоков, весна в фиальце. И по настроению читаешь Набокова. Все по настроению. В феврале хочется достать чернила, плакать, как Пастернаку. Летом хочется в тот сад, к розам, как Ахматова. Но душа поет пушкинскими стихами. Да, да. Какое богатство у нас есть. Зимой и осенью, конечно. Ну и кроме того, новые обстоятельства нашей жизни расширяют возможности коммуникации. Необыкновенно расширяют возможности. И общение с коллегами из других городов благодаря возможностям техническим, из стран, совершенно верно. Гораздо больше возможностей для живого общения в рамках города, больше, чем это было раньше. И вот эта коммуникация в разных жанрах, с разными людьми, в разных сферах, с разными целями, конечно, необыкновенно филологически обогащает любого носителя языка, любого человека. Инна Викторовна, и у вас тоже минутка, как представитель молодого поколения филологов. Вы как работаете? Ну, здесь один секрет, конечно, и один рецепт. В общем-то, он как раз не секрет. Это чтение. Я всем студентам всегда про это говорю, что читать, 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 потому что филологическая компетенция, это ведь не только правильно написать орфографически и правильно расставить знаки припинания. Это и умение логично, красиво сказать. И это может дать только цельный, красивый образец. Такой красивый образец, он проверенный. Это художественная литература, безусловно. Ну, а если хочется еще и говорить красиво, прочитал, перескажи. Если не можешь пересказать меньше, чем 20 минут, надо задуматься над этим. Ух ты, 20 минут пересказа. Ну что ж, еще раз поздравляю вас с Днем филолога. Спасибо за этот интересный и важный разговор и за удовольствие пообщаться на правильном русском языке. Всего вам хорошего. Спасибо. Вам сказали, что годовщина все-таки 24 мая, а не 25-го. В интернете 25-го. Вот видите, вот они издержки современные. Днем славянской дне. Это День филолога. Спасибо за такое дополнение. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова